Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Не так давно Гарри Каспаров принял участие в сильном блиц-турнире, входящем в серию Grand Chess Tour. Каспаров состязался с сильнейшими шахматистами нашего времени и потерпел сокрушительное поражение. Проиграл кучу партий, сделал несколько ничьих и занял одно из последних мест. Такую свою неудачу Каспаров объяснял прежде всего тем, что давно перешел в категорию шахматных любителей, не играет в шахматы регулярно и, что немаловажно, не следит за актуальной дебютной теорией. А ведь по ходу соревнования Каспаров то и дело получал плохие позиции на выходе из дебюта. При этом 13-й шахматный король пообещал, что в грядущем турнире по шахматам Фишера он реабилитируется, ведь в такого рода соревнованиях роль дебютной теории сведена к минимуму. И, надо сказать, Каспаров не обманул. Вчера в американском Сент-Луисе закончился представительный турнир по шахматам Фишера. Состязались 10 очень сильных гроссмейстеров, в том числе и упомянутый Гарри Каспаров. Играли с контролем 20 минут плюс 5 секунд добавления на ход. Очень хороший контроль для шахмат Фишера, где уже буквально над первым ходом нужно задуматься очень основательно. Гарри Каспаров сыграл очень хорошо. Он одержал ряд побед над весьма сильными шахматистами, такими как Ливон Аронян и Сэмюэль Шэнкланд. Перед последним туром имел шансы даже занять первое место, но проиграл и в итоге занял пятое место при 10 участниках. Весьма неплохой результат. Если учесть, что у победителя соревнования американского, а ранее кубинского гроссмейстера Линьера Домингеса 6 очков из 9, у Каспарова 5. В этом состязании мы с вами увидели того Каспарова, которого любим и уважаем. Он продемонстрировал очень яркую, интересную игру. И сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых красивых партий Каспарова из этого турнира, которую он сыграл против российского гроссмейстера Петра Свидлера. Кстати, трехкратного чемпиона мира по шахматам Фишера. Свои титулы Петр Свидлер завоевал в 2003, 2004 и 2005 годах, когда проводились состязания подобного рода. Нужно напомнить, что стартовое положение в шахматах Фишера обязательно должно удовлетворять двум условиям. Слоны должны быть разнопольными, а король обязательно должен быть расположен между двумя ладьями, чтобы можно было сделать рокировку. Таких позиций ровно 960, причем одна из них – это наша привычная классическая расстановка. Итак, часы пущены. Первый ход – c2-c4. Гарри Каспаров отвечает ходом f5. Конечно, в шахматах Фишера ориентиры несколько сдвинуты, и далеко не всегда сильнейшими являются ходы e2-e4 или d2-d4. Все зависит от конкретного расположения фигур. Конечно, разыгрывая подобное положение, прежде всего нужно постараться сделать так, чтобы у тебя не было плохих фигур, которые обречены надолго оставаться в пассиве. d4 играет Петр Свидлер и c5. Свидлер захватывает пространство ходом d5, Каспаров играет конь b6, g3, открывая белопольного слона, d6. В этом положении белым нужно было играть f4, с тем, чтобы после g6 сыграть слон f2 и как можно быстрее сделать рокировку. Кстати, в подобном расположении короткая рокировка приведет лишь к перемещению белого короля, что мы и увидим в дальнейшем. Но Петр Свидлер играет не точно, ставит пешку на b3, ограничивая коня черных, но при этом открывая своего коня a1, который в данной позиции не защищен. И здесь Каспарову нужно было сыграть агрессивнее, g5, через всю доску, нападая слоном на коня, в то же время имея в виду ход f4. После конь c2, f5, f4, черные захватывают пространство на королевском фланге, играют далее e6, получая лучшие шансы. Их фигуры здесь стоят гармоничнее. Но вместо хода g5 Каспаров сыграл спокойнее g6, нападая на коня, конь c3 и после e6, d, e, слон e6. Здесь белым нужно было сыграть f4, чтобы каждый из их слонов имел в дальнейшем возможность войти в борьбу. Таким образом, белые еще и тормозят продвижение черной пешки f. В определенный момент можно продвинуть пешку на e4. Но Свидлер сыграл f3. Видимо, он надеялся в будущем пойти e2, e4, но при этом перекрыл своего белопольного слона, который надолго останется в офсайде. Конь c6 играет Каспаров. Он решил проблему своих коней и готов дальше пойти на d4, e5, а конь cb6 может пойти на d7 или поддержать продвижение d5, которое стало возможным благодаря тому, что белые перекрыли диагональ h1, a8. Слон e3 играет Свидлер и черные делают рокировку. Смотрите внимательно. После двух нулей в исполнении Каспарова черный король перешел на g8, ладья же осталась на месте. Для тех, кто не понимает, как делается рокировка в шахматах Фишера, есть одно простое правило. Как бы ни были расположены король и ладьи, после короткой либо длинной рокировки фигуры, принимающие участие в этом ходе, занимают привычные для классических шахмат позиции. То есть после короткой рокировки черный король стал на g8, ладья как будто бы стала, но на самом деле осталась на f8. Если бы черные убрали ферзя с c8 и сделали длинную рокировку, то черный король перешел бы на c8, ладья d8 осталась бы на начальной позиции. Вот такая деталь, связанная с начальным расположением ладей соперников. Как вы понимаете, после короткой рокировки у белых произошло то же самое. Два нуля и король переместился на g1. Ладья fe8 играет Каспаров, конь b5 нападая на d6 и ферзь b8. Слон g5 нападая на ладью, та отходит и слон f4, вновь нападение. Конь e5. Каспаров погасил небольшую активность соперника и готов уже отбросить коня ходом a6. Имея это в виду, белым нужно было сыграть конь c3, заранее уходя и далее возможно конь c2. Но Свидлер спешит с этим ходом конь c2 и после a6 оказывается, что на c3 становиться нельзя, потому что черный забирают на c4, используя подвисшее состояние коня c3. Поэтому пришлось отходить на край доски. Очень неудачная позиция, учитывая то, что поле c2 занято. Видимо придется дальше ходить на b1, либо убирать коня с c2. Видя такую дисгармонию в расположении фигур соперника, Каспаров принимает верное решение и вскрывает центр ходом d5. Если забрать пешку, то конь d5 и на слон d2 с идеей конь c4 черный играет b5 и вновь позиция белых очень и очень плоха, благодаря неудачному расположению коня. Поэтому конь e3 сыграл свидлер d4 и приходится отходить на g2. Ферзь d8 развязывает централизованного коня и конь e1. Белые хотят сыграть конь a c2, конь d3 и наладить взаимодействие фигур. Но после слона f6, конь a c2, слона f7, свидлер почему-то не играет конь d3. Хотя, конечно, и в этом случае у черных был бы определенный перевес, благодаря большему пространству в центре. Ферзь d2 пошел свидлер, не ожидая удара в ответ. А он последовал. Посмотрите, сразу играть g5 не очень хорошо, ввиду взятия на e5. Поэтому Каспаров забирает пешку конем и после bc ловит слона соперника. Свидлеру пришлось брать на g5 и после слон g5 все-таки ставить пешку на f4, наконец-то открывая своего белопольного слона. Но уже поздно. Фигуры Каспарова взаимодействуют отлично. Он наносит удар на c4. Если отойти ферзем на c1, то черные также отходят, сохраняя большое преимущество, при этом давят на пешку e2. Поэтому свидлер сыграл ферзь d3. Он, конечно, видел вилку после ферзи в 5, конь c1. Забрал на g5. Ему здесь казалось, что скрывшаяся линия f даст какую-то компенсацию за отданный материал. Но после конь c3 все иллюзии развеялись. Каспаров готов забрать на e2 с шахом. Никакой атаки у белых нет. И свидлер сдался. Вот такая очень интересная и поучительная партия, в которой Гарри Каспаров явно лучше расположил свои силы, в конце концов у него совершенно не осталось плохих фигур. В то время как у белых мы видим слон на h1 практически бездействовал. Пассивная позиция коня на e1 служит подтверждением неверной стратегии белых. Интересно, что за 5 лет активной работы канала шахматы для всех это первый разбор партии, сыгранной в шахматы Фишера. До этого ни разу мы с вами не касались этой интереснейшей темы. Да, были стримы по шахматам Фишера, но такие подробные разборы это первый мой опыт. Напишите пожалуйста в комментариях как вы относитесь к этой шахматной дисциплине, играете ли в шахматы Фишера или относитесь к ним отрицательно. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. А я прощаюсь, благодарю вас за внимание, до свидания.